Слава Богу! Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Владимир Дзюба. Пусть Бог нас благословит, и все доскажут Аминь. Все в этом мы нуждаемся. И я верю, что в начале было слово, и как раз слово то, что приносит для нас, наверное, первое благословение, которое мы для себя получаем, как те, кто следуем за Христом. Для каждого человека есть то, что приносит для него благословение, особенно то, за кем он следует. За кем ты идешь, слово того, оно приносит для тебя и благословение. Сегодня есть множество людей, которые за кем-то следуют, и они с большим удовольствием, с большой радостью слышат своего политика или еще своего гуру. И если это в соцсетях, они обязательно там поставят лайк, о, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но мы следуем за Христом, и я думаю, что это то, что для нас приносит ободрение, когда мы слышим Слово Божие, когда мы слышим внятное, может, объяснение или толкование Слова. Слово, я думаю, для нас это является благословением. Вот почему Бог и создал Церковь, Он нас собирает для того, чтобы мы собирались вокруг Его Слова и благовели вокруг Его Слова, чтобы Он для нас Его животворил. Сегодня открываю книгу «Откровение» и, как я дал для себя определение, вторая ступень любви. Книга «Откровение», третья глава, девятнадцатый стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будьте ревностны и покайся». Когда мы увидим этот стих, он, знаете, богат по своему содержанию, знаете, как Библия. Она написана лаконично, но когда ты начинаешь смотреть, думаешь, Боже мой, кого я люблю? Господи. Господи, кого ты любишь? Ты меня любишь? О, да. Первая ступень любви, когда мы понимаем, о, Бог меня возлюбил, Бог меня привлек, Бог меня любит. И ты находишься в этом состоянии, ты испытываешь такую радость, что ты принят. Я говорю сам за себя, потому что это то, что я пережил в своей жизни. Но я понимаю, что дальше я иду за Ним, и то, что Христос благословляет меня, и Он благословляет меня пониманием, и у Него большая такая цель, это то, чтобы в моей жизни отображался Он. Вот поэтому во мне происходит такой большой, большая война. Большая война, когда приходит что-то из Духа, и Моя плоть, она восстает в отношении этого понимания. Потому что очень хочется остаться где-то в младенчестве. Но Павел говорит, что пока мы были младенцы, мы мысли как младенцы, и приходит зрелость и понимание даже любви Божьей. И здесь слова Иисуса говорят в сторону ладыкийской церкви. Кого я люблю, тех обличаю, и тех я наказываю. Можно прочитать все это послание, которое было написано в ладыкийской церкви. И я думаю, ладыкийская церковь бы собралась и сказали, вот для вас есть письмо, приходит сообщение. Собраться надо всем в церкви, Христос передал вам послание. И они все, слава Богу, живое слово, Бог что-то передал нам. И они собираются на служение, и кто-то разворачивает и говорит, о, если бы ты был горячий или ты холоден, но так как ты теплый, я тебя изблюю. И я говорю, ты, это точно от Бога послание? Он же нас любит. И они находятся в таком диссонансе. Стоп, стоп, это какое-то лжепророчество. Послушай, он же нас любит, он же не хочет нас в чем-то ограничивать, неужели? То есть он против, он за то, чтобы ограничить нас в нашей жизни. Мы же это считаем свободу. Я могу делать то, я могу поступать так, я могу себя вести так, я могу, это же свобода, неужели это любовь? Иисус это видит. Поэтому он говорит, кого я люблю, тех я обличаю. Я вас обличаю. По одной только причине, что я вас люблю. Сегодня, когда звучит слово, которое, оно некомфортно, ой, оно некомфортно, ну, это не любовь. Когда говорит, оставь это, дай возможность Богу изменить тебя, ревнуя о том, чтобы Бог это сделал. О, не, не, это некомфортно. Это, это не по любви. Нет, это по любви. Потому что, когда мы перестаем слышать слово, которое обличает нас, послушайте, в этом есть проблема. Или я считаю, что я такой совершенно, уже все у меня прекрасно, все у меня хорошо, и я уже не нуждаюсь в каком-то наставлении. Мы всегда, пока мы будем жить, мы всегда будем нуждаться в наставлении и в поправке. И мы должны понимать, что когда звучит это слово обличение, то это милость Бога. Это проявление Его любви в нашей жизни. Бог не подводит нас под закон, потому что я знаю, что может звучать слово и манипуляции, может звучать слово, которое приводит тебя в закон. Нет, Слово Божие, оно всегда приводит к свободе. Даже когда оно обличает почему-то, что у него есть выход. Выход в чем? Будь ревностой, ревностен и покайся. Да, если ты даже это сделал, и закон тебя называет таким человеком, то это отступником или гречником в чем-то, то это не конец. То есть ты не должен отстаться под законом, ты должен пройти через покаяние, потому что это как закон, который закон духа. Покайся, покайся и будь ревностный, возогрей себя в том, чтобы следовать за Христом, следовать за Христом. И когда мы увидим в этом послании для ладыкийской церкви, мы услышим, что много к чему Бог мотивирует. Церковь, почему? Потому что они двигались совсем другим курсом. И Бог обращается к ней, как к церкви, которая в ладыки. И послушайте, есть необходимость поменять курс по одной только причине, что я вас люблю. Поэтому если даже в начале мы слышим, что для нас это тяжелое, послушайте, важно это принять и важно этим правильно распорядиться. Потому что если я только остановлюсь в том, что я теплый, я скажу, о да, я теплый, Бог меня назвал теплым, и все, это слово, как закон, оно определило для меня позицию. Вы глубоко ошибаетесь. Не стоит быть законниками и придавливать себя плитой закона, потому что закон, он просто показывает нам нашу неправоту. но это не конец. Он желает, чтобы мы покаялись, чтобы мы исправились, чтобы мы стали ревностны в чем-то, ревностны даже в той борьбе, чтобы мы не опустились, о, ну я просто проживаю эту жизнь. Нет, я должен бороться, я должен сражаться, я должен сражаться. И когда звучит слово наказание, о, как же Бог меня теперь накажет, это, наверное, Бог меня наказал через какие-то обстоятельства, я не могу об этом сказать вам. Я не могу об этом, потому что у Бога есть множество разных путей, как нас исправить. И один, наверное, самый такой эффективный путь, это изнутри. Если это уже приходит наше исправление и снаружи, через обстоятельства, где-то есть то, что мы пропустили. Но и это как знак того, что Бог нас любит. Поэтому пусть Бог благословит и пусть Бог нас сохранит. Мы в этом на самом деле нуждаемся. Пусть Его рука пребудет на каждом из нас. Да благословит вас Бог пройти весь этот путь и всегда помнить, что бы в моей жизни не происходило, Бог меня любит. Аминь.